друзья я вас приветствую воскресенье я угадал ну должен угадать потому что именно на воскресенье я готовлю этот ролик так чтобы можно было в спокойной домашней обстановке выходного дня посмотреть просто для скажем так для любознательных или для общего развития или просто поддержать мой канал потому что данный аппарат сейчас можно купить может только на ebay на каких-нибудь аукционах или где-то на барахолках он не производится он не производится это аппарат от алло аудио представляете ламповый предусилитель от алло аудио просто если кто не знает алло аудио сразу ассоциируется с кабелями для кемпфаер вот и и все вот вот сразу ассоциация кемпфаер кабеля алло аудио вот 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 как то так то ли они там смешники то ли дочерники в принципе это это не важно но они всегда идут рука об руку если кто знает милости прошу в комментарии конечно же пишите людям будет интересно да и будет повод поговорить сразу вас благодарю друзья за ваши комментарии за подписки за лайки если по вашему мнению я заслуживаю на дизлайк никаких проблем значит дизлайк на что заслужил то и получил как говорится все должно быть все должно быть четенько так вот сегодня я предлагаю в расслабленной форме в расслабленной обстановке поговорить об этом а он сапиков это не только предусилитель это еще там цап этот сап от сапаус лапа то есть и это устройство она уже ретро я уже не стал ставить сюда динозаврика на стол тут навали на всего кучу я вообще так не люблю ну двое полноразмерных наушников все-таки скажем так дают о себе знать своим присутствием на моем мини столики для аудио впечатления тех или иных девайсов а вот им это такой динозавр по моему он если я опять-таки не ошибаюсь 2012 года выпуска в продаже уже его нету стоило 600 долларов при добавок к нему еще шел хороший такой блок питания вот за 150 долларов ну как пишут на сайте самой компании что эта вещь в принципе не обязательно но звук будет почище давайте сразу скажу да действительно с обычным блоком питания вот есть в паузах вот как как какой-то какой-то такой вот момент но это обычно происходит в начале на еще не сильно прогретых лапах минут после 15 прослушивания я уже этого не замечал это сейчас еще не в обзор не в технические характеристики сразу хотелось подметить то есть вполне можно этот аппарат использовать с обычного понятно что лучше что-то получше взять с обычного блока питания вот еще не обязательно нации докупать все вокруг него обстраивать то что предлагает алло аудио вообще бренды молодцы они по по умному делают на тебе аппарат купил нас еще тут пару-троечку вот это то это сразу напоминает мои модульные телефоны от motorola moto z2 3 4 и к ним куча модулей за один из модулей кстати на оптический модуль я снимаю обычно все свои видео и где-то было видео про эти модули я их там показывал вот это решение от motorola мне тогда нравилось очень очень сильно казалось ему сверху универсальная у тебя может быть и проектор и к и все остальное но все это оказалось немножечко сложнее все это с тобой таскать не будешь да и камеру это выжирает крепенько поэтому использовать это в такой универсальной форме не сильно вышло ладно слегонца отступили давайте гляньте какие колпачки давайте продолжим об устройстве об этом это я напоминаю дмитрий вместе с трессами с я привез мне данный аппарат ну во первых чтоб я с него с конкретной целью чтобы я с него послушал тресс вот вот я что сделал я люблю многозадачность вот я тоже буду гнаться за корпорациями и тоже буду обставлять одну задачу вокруг кучами другими у меня есть вот такой вот китайский преамп с классным названием сука аудио вот это если кто не знает фоси вот ну вернее или сука аудио стали фоси потом чтобы легче продаваться в той части мира где это название имеет наверно что-то другое в виду а не то что закладывали сюда китайцы так вот этот аппарат стоит ну по моему что-то около полторы тысячи не знаю 30 до 50 долларов давайте так и аппарат зашить и какая вот разница между ними если она вы понимаете да что есть какая она там есть я вам позже расскажу а еще я расскажу друзья как звучат эти замечательные наушники и тресса с и а вот и ананда на на от хай файменов на ну в сравнении между собой сравнение на этих усилителях ну все 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 выдам и все расскажу хорошо кстати ну еще об этом скажу есть выход два выхода сразу вот на 6 и 2 и на три с половиной то есть спокойно я слушал на родном кабель и что одни что другие наушники с этого устройства ну и перетыкаться было удобно но вдвоем одновременно они не работают только работает один выход что нам говорит о том что они не не спарены что это ни один выход а это два разных выхода поэтому будет работать или тот или другой если допустим вот на м15 от fio 15 с можно спокойно воткнуть две пары наушников сразу в два с половиной и в 4 4 и слушать их так вот хорошо сравнивать меняться если на одном и том же кабеля у меня есть парочка одних и тех же кабелей ну короче вот как-то так но если будете слушать три с половиной то уже 2 и 5 4 4 уже не заведутся то есть надо будет вытащить аппарат станет на паузу включиться и пойти вот здесь та же самая принципе получалась система ну давайте заканчивать лирическими отступлениями дам закончу я тем что поблагодарю этих людей за помощь в создании контента за то что помогают донатами за то что являться спонсорами канала или вот как дмитрий огромное ему спасибо такие какие-то уникальные вещи мне подкидывают для ознакомления в скором времени мы еще с одними там наушниками тфз ознакомимся когда-то давно я уже показывал этот шорт обзор будет еще дальше он не разрешил чтобы они меня подольше побыли а вот это ему надо уже срочно отправлять поэтому я не записываю этот ролик чуть раньше чем он выйдет в эфир потому что уже утром я уже все это отправлю у меня уже этого даже неделю наверное не будет на руках как вы будете смотреть этот ролик вот но не суть я очень сильно благодарен вам за то что вы со мной в это я надеюсь как я вчера уже в видео говорю я хочу свято верить то что это будет хорошее доброе светлое воскресенье и ничем оно не будет омрачено в вашей жизни все друзья спасибо за вашу поддержку давайте поплотнее рассмотрим героя нашего сегодняшнего видео друзья посмотрите какое небольшое простое использование скажем так неприхотливое устройство небольшим нас уже не удивишь но на момент своего выхода устройство именно удивляло тем что она ну то есть имела малые размеры и имела хороший звук еще раз напомню что у аппарата есть была возможность докупить ну или сразу или попозже докупить еще два девайса один это блок питания который убирал все шумы все наводки в какой бы вы там где бы где бы не находились хоть прям вот электро передач подключились бы и все было бы тихо вот я так образно и и шутя вот во вторых был еще типа вот power bank отдельная батарея для него то есть чтобы вы могли взять его с тобой поездку и ставилась это один на один вот ну просто одна в одну ставилась и как будто плиты сува и друг на друга слаживают и вот и вот она ровно лежала очень удобно ладно давайте переходить к устройству и устройство если что вы видите можно раскрутить если вам вдруг понадобится проблем в этом не будет никаких спирить на передней панели у нас тумблер включения выключения вот устройство при включенном здесь светится таким или темно-желтым или оранжевым цветом под стать лампам которые здесь сейчас стоят вот эти фишки меня еще поразили вот я как только увидел а правда думаю душ что это за рожки а потом дмитрий так вот тут снимает и все очень просто обычная обычный ламповый при а вот вот просто но смотрите как сделано сделано вот здесь вот с выемкой такой чтобы она становилась четко вот здесь и ни в коем случае сами эти чехлы предохранители не смогли разбить ту лампу которую они призваны предохранять потому что без вот этой вот без этого решения скорее всего так так могло и случиться и видите вот отверстие что воздух заходит все хорошо вот сюда вот так замечательно или может быть дочку вот жена спит и вы решили погасить это дело на какое на какое-то время на ладно продолжаем спереди нас два года на 35 как я уже говорил и на 6 и 2 и друзья гейм как старые добрые времена или низкий или высокий и 3 не дано сейчас уже есть и третье средний и супер гейм и ультра гейм ну на моем м7 м17 ну да хотелось бы конечно м17 вот на моем м15s так точно есть и на м17 тоже есть регулировка громкости и вот кстати вот так вот на на тресах это вот максимально что я накручивал то есть много именно ну понятно а у меня с с транспорта на транспорте максимально всем стояла и кстати вот тут сзади у нас еще одна картинка разворачивается тоже очень удобно и сюда мы включаем блок питания сюда мы включаем оптику если вдруг надо да вот сюда мы включаем на как сел вот если что три с половиной на три с половиной у меня есть это кстати дмитрия дмитрия кабеля то мой вот и вот такой вот если что с rsi вот на ты с половиной устройства которое будет служить вам как транспорт так вот друзья вот есть регулирует тумблер который переключает все положения эксерсия и первые как сел и оптика 2 3 соответствует соответственно а вот логотип а у аудио чтобы вы не думали что я вам где-то там что-то мог и сам нарисовать да аккуратненько вывести корректоров а здесь мы верим в виду что у нас пм аппарат называется нам вот такой малыш вот такой красавчик кстати лампы стоят здесь не стоковые я нашел нашел очень мало по нему информации так и не нашел основные его технические характеристики а мощности вообще непонятно что он может и как он вот но может очень хорошо вот он может вот просто может друзья я думаю что практически любые полноразмерные наушники он качнет может какие-нибудь редкие электростаты у него не получится этот это надо пробовать я я бы в этом усомнился так вот приходит он изначально на китайской лампе американский аппарат по китайской лампе вот в комплекте был 6g1 которая аудио заявляет как рабочая лошадка но подходит к нему там и и другие лампы и вот здесь вот видите стоит американец американцы пришли на танцы джиби 56 54 опять-таки чтобы вы не усомнились где-то там было что-то есть а вот до модель из уже уже под затерта немножечко не знаю сколько лет данным лампам но по ходу по ходу немало вот и с этими лампами он вообще вот ну очень очень круто раскрывается мне ну понравилось понятное дело что другие я не ставил я не стал переставлять со своего а вот для сравнения давайте теперь папа по внешнему виду сравним устройство то есть как выглядит китаец и как выглядит американец американец как-то чуть-чуть выигрывает на вид как-то вот он симпатичный размеры те же и вот сейчас полно чего-то подобного на алиэкспресс просто вагон и тележка выбирать на любой вкус на любой цвет какая будет разница между ними по звуку я вам тоже обязательно скажу но в следующей части так вот из технических характеристик единственное что я нарыл ну реально очень долго рынок перерывал несколько статей нашел их не так уж и много в продаже его уже нету на официальном кого нашел не только то что здесь стоит сад от волксом вот и умеет он 24 на 96 все больше не ничего другого я не обнаружил поэтому давайте переходить его звучать друзья знаете вот сейчас делюсь с вами рассказываю а у самого какая-то вот такая картинка стоит что я уже где-то познакомился ну не со звучанием а вот внешне вид вот эти вот три этажика разных а я наверно ссылки оставлю к этому к этому ролику там почитаете что люди пишут вот и там же и фотки посмотрите в полном сборе в полном комплекте это устройство так вот у меня будет такое ощущение что уже где-то читал с кем-то обсуждал смотрел вот как-то я уже знакомился где-то с этим устройством только было это было это давненько что ну да еще канала сто процентов что я даже как бы и не могу вспомнить откуда вы ну или вот такое вот чувство дежавюк говорящий о том что я должен был познакомиться с этим устройством рано или поздно и вот этот момент произошел и так друзья устройство хороший интересный какой-то вот тяжелый как благородный как вот какая-то какая-то нотка вот какую-то приставку d фамилии хочется представить чтобы вот было понятно что он у нас каких-то благородных кровей вот играет широко играет вроде бы и быстро одновременно и есть какая-то плавность играет вроде как вы знаете музыкально смягченная изи-изи чуть-чуть чуть-чуть вот притемненно для того чтобы образы округлились для того чтобы вот как заманить в атмосферу прослушивание а вот это это вообще не кажется вот лампой каким-то аналоговым смягчением там с легким там каким-то привкусом винила вот нет нет просто вот как-то так я вообще забывал что я слушаю устройство в котором стоят лампы пока не обратно не возвращал на него взгляд нет просто вот такая легкая округлость которая вот делает все благородно приятнее что ли вот ну для планаров для магнитопланарных из-за динамических наушников это вообще вот то что надо если где-то есть какая-то острость резкость аккуратненько очень-очень легенько вот так вот закруглит она в принципе останется она будет она будет для подчеркивания характера для передачи эмоций но не для того чтобы вас напрягать не для того чтобы резать ваш слух понимаете смотрите какой у меня был опыт я решил ну и правильно решил потому что начинать надо от худшего к лучшему так интереснее начать аудио подключаюсь включаю классно ну да там то ширина что-то это вроде все есть вроде как бы и неплохо вроде нормально ну каких-то косяков вроде как вот не вылазит вот нормально и как бы даже вот вот это вот ощущение того что ты слушаешь планарные наушники все таки вот как раз сука аудио она присутствовала перехожу на пмм и совершенно другой мир правильный мир звуков здесь как-то резко с какими-то вот подзвонами с какими-то колкостями с какими-то я даже я даже не знал что он так играет я даже не знал что он так плохо играет да ну пока не сравнил его с устройством на насколько там говорят на две на три головы выше я скажу на четыре туловища выше вот как-то так вот действительно вот этот вот прямщик он начал смотреться даже к резким вот чего я за ним никогда в жизни до этого не замечал но вот при переходе я понимаю что это было и резко и не точно и как-то светлей все происходило вот здесь я делал все музыка полилась полилась в мои уши полилась в меня начала проходить через меня и нигде не цепляясь ничем лишним ни за что если здесь вот там постоянно там что-то подзвонила там что-то за это там вот как бы в пространстве еще что-то зашелестела черещу здесь нет здесь все вот четко как надо я не могу сказать что он прямо вот музыкальный я не могу сказать что он прямо вот какой-то сглаженный или насыщенный легкая 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 при легкая вот вообще сглаженность очень такая легкая которая придает просто округлость образа которая убирает какие-то может быть я не за чеха час я не за те пики какие-то там зазвонила вот какой-то там грубо говоря остринка она так раз остринка осталась а вот ну то есть цеплять каким-то своим неправильным звучанием свое ухо перестало все нормально и скорость по есть и движение есть все есть но здесь как бы не ориентированное устройство на сверх скорость устройство ориентировано на легкую пивучесть на легкую можно легкую аристократичность вот как как-то так и хочется его в эту сторону даже так вот приятно стал действительно очень приятный аппарат низ он не стал обмонагивающим он не стал жирным он стал текучий он стал вот как ручей который вот достаточно уже широкий и такой темненький еще за собой почву тянет вот это вот рыхлит вот но уже знаете не такой быстрый как вот сразу во время дождя уже вот он еще течет и стечет с нормальностью но уже видно что вот не такой быстрый как со старта вот такие вот ощущения у меня были от переключения от замены данного устройства все как-то выровнялась вот если с фио м11 с я переключился вот как-то нежней стал низ даже от этого он медленным каким-то ватным или еще одну нет не стал он просто нежней капельку-капельку плавнее и вот тебя прямо вот на волны что я живу как раз вот для планарных наушников очень интересное устройство если у вас есть достойные планарные варианты и у вас будет возможность его зацепить то попробуйте попробуйте будет будет интересно если конечно вас нету чего-то более более топового более лучшего тогда ну может и не стоит вот какого-то на эти вот аналогового смягчения потрескивание еще что-то нет и это этого не было единственное что поначалу ну лампы надо нормально прогреть минимум минут 15 я включил там пару минут и начал слушать поначалу да там где-то вот фоновый шум в паузах в основном это из-за блока питания не это это не в устройстве как таковом дело уже через 15 минут может 20 я перестал это все замечать то ли она ушло то ли я адаптировался ну все и я не было у меня ощущений что я чувствую что я слушаю что-то ламповое что я слышу вот эту вот ламповую теплоту нет но вот это вот приятная сглаженность вот так наверное должны работать настоять настоящие скажем так не дешевые устройства с лампами да и ну сказать что где-то вот может какие-то там перекосы что-то где-то выходит ну может капельку капельку чуть-чуть вперед протягивается вытягивается себе ну то есть как серединка вот так чуть-чуть вот так вот плавненько это это на планарах особо не расслышишь это пришлось на и м как выслушивать вот и опять таки данный аппарат просто показался вот аудио таким резким как как сидро буратино отчего я от него совершенно не ожидал сравнение с данным аппаратом вот поэтому вот устройство вышло певучая устройство вышла с легкой очень легкой аристократичной теплотой вот но точно с нормальной скоростью с нормальными атаками с хорошими затуханиями устройство которое может сгладить резкие резкие углы вот еще что хочется сказать по опыту сравнения ананды на на и тресов с е вот на данном на данном устройстве знаете на на хоть и и закруглилась хоть и ну то есть какие то вот моменты которые можно было бы назвать немножечко резкими они вроде сгладились ну так вот славненько с ушло то есть вот вот у м 11 с вот так вот не уходит вот ну то есть здесь это чуть чуть сильнее было слышно на на вот этом волосы не на на этом сапе не знаю что за сам так у такой первый раз слышу да и никто не знает они маркировку ему не написали вот поэтому а вот трес и так мира не было у них и вот не вот этого ухода ничего просто вот они чуть чуть мелодичнее на такой мизер но все равно это так приятно приятно ощутилась и вот как-то на это устройство еще больше подчеркнула то что как бы ну трес и у них лучший контроль у них лучше локализация у них точнее все а здесь вот как бы а вроде бы вроде бы и широко играют уходят из них вот не я я не говорю ни в коем случае что неплохие это вот в сравнении сравнение с данным образцом вот могут какой-то вот и остаточное легкое понимание того что это планар и посмотрите если бы мне в слепом тесте дали бы послушать эти наушники сначала бы я дел ананду нано я бы да там кайф все классно хорошо а потом бы одел бы трес и я бы сказал что я бы засомневался я не знаю сказал бы я точно или нет но я бы засомневался что это из-за динамические наушники у меня было бы по-любому особенно если может наоборот быстро мы первыми слушал бы может быть и при другая реакция бы но вот если бы после ананды нано я бы взял послушать я бы сидел бы думал динамик это или плана то есть один может это динамические наушники уже динамические наушники тоже могут хорошо очень хорошо могут во всяком случае местами не хуже чем планар в детализацию и при этом атмосферность динамика динамика чуть-чуть получше получается вот поэтому я бы вот нужно сомневался и начал бы думать что на меня скорее всего одели динамки после из-за из-за динамического излучателя модели а видите как вот поэтому от источника зависит на самом деле многое очень многое от мастера которая делает наушники или от хорошего бренда который делает качественную электронику тоже зависит очень многое но не всегда иногда бывает по-разному иногда бывает и неудавшиеся модели иногда бывают и сверху давшиеся модели так что когда еще и про глядят маркетологи что это сверху дачная модель и цену поставят недорогую тогда друзья выигрываем мы в этом конкретном случае но я вот честно скажу я пришел к такому выводу что если бы вот мне дали бы сравнить я бы послушал и я бы наверное на ну взял а все-таки их а может быть и нам не знаю вот хорошо бы иметь бы парочку этих наушников в коллекции те и те но по крайней мере чтобы сделать точный выбор мне надо послушать эти наушники было бы на более на более открытых вот этих вот панелей и решеток а вот тогда бы может быть все таки по вот по открытости по чувству полета мне все таки на на чуть чуть больше нравится она прям летит прям выход а здесь вот вот они точнее и более скажем так натуральнее передается тело инструмента и соответственно его его послезвучие соответственно его обертана ну и закончить хочется тем что устройство действительно достойное какого-то знаете резкого такого вот чтобы прямо резкое звучание вы с него не получите получите главное хорошее настоящее четкое качественное звучание без каких-либо там артефактов и подводных камней и всего прочего поэтому если у вас возможность появится с ним ознакомиться я бы рекомендовал бы это сделать все очень очень трудно описывает да вот ну звук таких устройств которые просто играют хорошо одним словом ему сказать легкая мелодичность точность качество парочками буквально слов и можно и можно заканчивать ролик но мне так хочется передать вот насколько это прикольно было не то что сказать вам друзья что это классно прикольно я там одобряю все купите нет я хочу вот передать те ощущения которые которые мне подарила это устройство иногда бывает очень очень тяжело это сделать особенно если устал и пол пятого а тебе через несколько часов вообще вставать и на работу идти поэтому давайте я буду заканчивать отсюда выпущу сейчас желтика посмотрим каким у данный аппарат вчера мы усложнили ему задачу до заставили его выбирать между трессами и между на надо а сегодня я решил тоже пусть не сбавлять обороты не сбавлять темпы и посмотреть что он выберет ну зараза но откуда ты знал вы видели вот он сразу к нему побежал нет чтоб под китайскому устройству где шмарёвому побежать но это тоже он решил понюхать вот но сразу он побежал именно кого аудио его специально так четко тонко посередине пускал чучело как ты это сделал как как я вот думал что сейчас промажет не получишь приз сейчас получишь немножечко мац и и ты и твоя лизонька тоже все друзья заработал малой молодец я надеюсь тоже и я буду очень рад если это видео зашло и вам понравилось а от меня вам друзья знаете такое уже традиционное но я надеюсь незаезженное прощание и наставление на то что давайте будем будем добрее давайте будем людьми и весь мир будет мы если мы начнем с себя то у мира будет шанс измениться и тоже стать добрее пока пока